Почти неделю пожарные борются с огнём в Темниковском заповеднике имени Петра Смедовича. 3 августа, по предварительным данным, из-за сухой грозы загорелся валежник. На сегодняшний день выгорело уже больше 4300 гектаров. По состоянию на 16 часов 9 августа огнём было охвачено около 50 гектаров леса. К счастью, пострадавших нет. Сейчас перед специалистами стоит сразу несколько первостепенных задач. Сбить пламя, контролировать горение и не допустить распространения огня на населённые пункты. На расстоянии где-то около 3 километров находятся у нас два населённых пункта. Хутор Романовский и село Ростанье Темниковского муниципального района. Там опашка – это самый такой элементарный способ защиты села. Безусловно, она проведена. Но помимо этого выставлены расчёты для охраны данных населённых пунктов. То есть там сейчас есть и пожарные расчёты, и дополнительные средства для защиты данных населённых пунктов. По данным Главного управления МЧС России по республике Мордовия, в ликвидации пожара задействованы наземная группировка, состоящая без малого из 900 человек, 218 единиц техники, а также воздушные суда. Это самолёт Бе-200, два вертолёта Ми-8 МЧС России и несколько самолётов Ил-76 Министерства обороны. Борьбу с огнём ведут не только мордовские пожарные, также привлечены сотрудники МЧС из Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей и республики Мари-Эл. В среднем за сутки авиация производит порядка 35-40 сбросов воды. Общим объёмом в 250 тонн. Пожарные работают в тяжелейших условиях. Распорядок достаточно жёсткий, потому что очень важно максимальные усилия приложить именно в световой день. Поэтому уже в 4 часа все люди отправляются на рабочие места. Ну, отбой это уже и может быть и 12 и позднее. Предусмотрен в отдельных случаях сменный режим несения службы. Ну, понятно, что люди не железные, они должны отдыхать. Такую возможность находим. Учитывая сложность обстановки, работа организована круглосуточно. Для координации силы и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Мордовии. К тушению пожара, кроме сотрудников профильного ведомства, привлечены представители Росгвардии. В основном горит валежник и сухостой, оставшиеся после пожара 2010 года. Особую сложность в борьбе с огнём создают неблагоприятные погодные условия в виде жары, сухости и ветра. Сильный ветер в такой ситуации – это самый большой враг, потому что возникает явление, подобное огненному шторму. Естественно, мои силы и средства обязаны сберечь, увезти. В этом случае пожар получает довольно быстрое распространение, как это уже было у нас несколько раз. И конвективные потоки способны перебрасывать головёшки, бересту на многие десятки, даже сотни метров. Каждый человек, привлечённый сейчас к тушению этого природного пожара, действительно герой. Огнеборцы всеми силами стараются сдержать пламя и не допустить его распространения. Анастасия Цлигина, Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости. Темниковский район.